Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают У зареченцев, которые наблюдали за происходящим в режиме онлайн, это заседание Думы вызвало множество возмущений. Одни осуждают Василия Ланске за некорректное поведение, другие попрекают в излишней эмоциональности Валерия Бубнова. Своими мнениями зрители поделились на городских форумах. Не могла оторваться от экрана, глядя на маппит-шоу в Думе. Как и прогнозировалось, специалистам из администрации не дали высказаться. Во всем обвинили управление образования. Мэр всем затыкал рот и навязывал диктаторской рукой свои решения. Бубнова выставлял с Думы. Господин Ша выливал, как всегда, эмоции, а госпожа Ша не могла назвать конкретную цифру заявлений первоклассников в школу номер 7. Стоило посмотреть на этот бесплатный цирк. И опять все кругом у седьмой школы виноваты. Некрасиво В.Ю себя повел, сорвался, плохо выглядел, очень плохо. Неумение владеть эмоциями никому не делает чести. Стыдоба на такие заседания смотреть. Замолчите, я вам слова не давал, зал покиньте, полицию вызову. У нас что, 37-й год вернулся, Сталин воскрес. Депутаты, а вы почему позволяете собой манипулировать? После бурного диалога собравшиеся, наконец, пришли к подведению итогов. На голосование было вынесено решение, которое включало в себя 4 пункта. Среди них считать нецелесообразным объединение учреждений и признать работу администрации Заречного по снижению неэффективных расходов школ неудовлетворительны. Однако проголосовать за каждый из пунктов по отдельности депутаты не смогли. Василий Ланских настоял на голосование сразу по всем пунктам. По вопросу реорганизации школ, мэр настоятельно заставлял голосовать за тот проект решения, который он же сам давно уже придумал. Один. И голосовали за этот проект даже не по пунктам, а общим спискам. И непонятно осталось, что же делать дальше созданной комиссии. А созданная комиссия продолжает свою работу. До 6 июня школы должны предоставить администрации план мероприятий по сокращению неэффективных расходов. Данил Кельдушевский, Мария Морозова, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. Вопрос о реорганизации сельских школ накануне обсуждали в деревне Гагарка. В пятой школе собрались чиновники, учителя и родители. О возможных путях развития в сюжете Алины Мулояновой. Вот вы как администрация выборка, так вот скажите, какие решения. Что мы должны сделать для того, чтобы сохранить нашу школу? Эта школа жительницы Гагарки Алене Артемьевой особенно дорога. Здесь учился ее отец, потом она сама, а сейчас младшая дочь. Алена Васильевна переживает. В случае реорганизации ее ребенку придется пережить сложный адаптационный период. Другая причина протеста – транспорт. До Мизенской школы очень сложно добираться. Это очень сложный процесс. Вот у меня сейчас дочь учится в 10 классе Мизенской школы, так как здесь нет 10-11 класса. И вы знаете, особенно трудности-то у нас возникают зимой, когда не может Мизенская школа предоставить нам транспорт, и дети вынуждены добираться на маршрутках. Проблему с транспортом администрация Заречного обещает решить сразу же после объединения школ. Гораздо сложнее решить вопрос об аккредитации. И ее учебное заведение может не пройти из-за малого количества учащихся. В сентябре в Гагарскую школу пойдет 61 ребенок. Это в 4 раза меньше положенного норматива. По проекту здание рассчитано на 280 мест. У учредителя есть серьезное опасение, что школа эту аккредитацию не пройдет. Соответственно, дети не смогут получить аттестат установленного образца в 2013 году. Путина вошла, что под новостью Путина. Он даже один учитель на себе учится. Школа должна быть работать. А почему у нас еще 10 человек, и должна школа закрыться? Не должна. Школа закрыть. Да закупайте мы с нее. Вы должны сноситься. Нам коллектив учителя нравится. Школа нам нравится. Представьте, у нас учатся здесь. В том, что в школе учатся мало детей, житель Гагарки Максим Худяков видит один существенный плюс – сплоченный коллектив. После реорганизации эту особенность школа может потерять. Сразу последует сокращение учителей, да и детям придется вливаться в новый коллектив. К тому же учреждения могут и вовсе закрыть, опасается Максим Викторович. Финансирование уже много лет обходит школу стороной. Эту школу давно уже, в принципе, толком не финансировали, на мой взгляд. Вот сколько уже ребенок ходит здесь мне в школу, я кроме косметических ремонтов не видел ни обновления материально-технической базы, ни каких-то развитий компьютерных технологий. По итогам встречи стороны пошли на компромисс. Гагарская школа в полном составе 1 сентября вновь откроет свои двери ученикам. Но еще предстоит пройти аккредитацию до 1 ноября. Подробное обсуждение этих вопросов перенесли на 27 июля. Алина Муэнова, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. Кто виноват в трагедии? В начале недели на Таховской 6 произошел несчастный случай. Нетрезвый мужчина, совершая опасный спуск по балконам многоэтажки, не удержался и сорвался вниз. На место происшествия выехали сотрудники МЧС. Однако спасти повисшего на карнизе балкона смельчака им не удалось. Очевидцы уверяют, спасатели сработали неоперативно. Подробности в нашем сюжете. Это шокирующее видео 25 июня нам в редакцию прислал городской репортер. На кадрах видно, как неизвестный мужчина повис на карнизе балкона, намереваясь перебраться на балкон второго этажа. Однако дотянуться не получилось, подняться обратно тоже. Ровно через минуту мужчина срывается и падает вниз. Очевидцы происшествия рассказывают, перед падением мужчина слез по пожарной лестнице с 6 этажа на 3, разбил окно лоджии и забрался внутрь. Приняв его за вора, жители дома вызвали полицию. Следом приехали и сотрудники МЧС. Он в квартиру забежал, там милиция его не может из квартиры выгнать никак. И он начал, говорит, я вам сейчас всем покажу. Схватился вот так вот за перила вот эти вот. И я сейчас всем докажу, что я могу все это сделать. Повис потом уже на одной руке. Действия спасателей вызвали массу возмущений у очевидцев. Свидетельница происшествия Александра Павловна уверяет, сотрудники МЧС сработали неоперативно. Слишком поздно начали устанавливать лестницу. Я когда пришла, он уже висел. Они уже могли, потом уже все закричали, что ну идите вы лестницу несите. Они стояли и смотрели. Он пытался достать ногами до второго этажа. Если бы достал, он может быть как-то... А там уже лестницы-то нет на втором этаже. Он даже уже кричал, что у меня сил нету. Нет у меня сил. Он когда висел на одной руке, они тогда только пошли за лестницей. Александра Павловна рассказывает, на то, чтобы сбегать за лестницей и установить ее, сотрудники МЧС потратили слишком много времени. Машина остановилась вдалеке от подъезда. В 99-й пожарной части нам пояснили, прежде чем устанавливать лестницу, им нужно было получить разрешение у сотрудников полиции, которые руководили операцией. Видел этот момент, когда он повис уже и пошел до сотрудника полиции спросить, что делать дальше, какие дальнейшие указания. В таких случаях мы руководствуемся указаниями сотрудников полиции. То есть я думал, просто беспрепятственно спуститься на второй этаж и все. Пока мы сбегали за угол дома, взяли трехколенную лестницу, пока прибежали, начали устанавливать. Еще может быть секунд 10-15 и мы бы успели бы. Однако в полиции утверждают обратное. Это службы соседей, они знают свои действия, не надо им ничего напоминать или руководить ими. Другая совершенно структура. Просто не успели развернуть технику, лестницу вытащить. Поэтому и произошло несчастный случай. Не знаю, может быть, недостаточные тренировки, реагирования. А может быть, действительно объективное обстоятельство способствовали вот этому процессу медленному. Пострадавший мужчина до сих пор находится в реанимации медсанчасти в стабильно тяжелом состоянии. В результате падения он получил черепно-мозговую травму и перелом позвоночника. Полиции уже начали проверку по этому делу и выяснили, что пострадавший распивал спиртные напитки. Что же его заставило перелезть через балкон и спуститься вниз по пожарной лестнице, еще предстоит выяснить. Мария Морозова, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. Сотрудник военизированной охраны третьего блока БС поднял на уши пожарную охрану станции. 27 июня он увидел, как клубы дыма поднимаются над турбинным цехом. Позже выяснилось, дымом оказался водяной пар, который выделился в ходе нормального технологического процесса. Как пояснили нам в Центре общественной информации БС, в этот день производился ввод в работу турбогенератора номер 4, который относится к теплоэнергетическому оборудованию энергоблока БН-600. Этот процесс сопровождается выпуском чистого водяного пара высокой температуры. Сотрудник военизированной охраны издалека принял его за дым и сообщил в объектовую пожарную часть. Выехавшие дежурные пожарного караула произвели осмотр и признали вызов ложным. Заброшенная стройка возле Курчатова 35 стала притоном для токсикоманов. Двух подростков с подозрительными пакетами здесь часто наблюдают жители верхних этажей. В этот раз правонарушение удалось зафиксировать на видеокамеру. Вон нюхает клей, опять сидит двое. Красные мешки. Жаль, что спиной. Как нам рассказал городской репортер Леонид, подростки появляются здесь уже несколько дней подряд. Приходят ближе к вечеру, достают клей, красные пакеты и нюхают. Место для своего увлечения подростки выбрали невзрачное. Безлюдная стройка уже давно заросла деревьями, поэтому с улицы их практически не видно. В отделе по делам несовершеннолетних нам сообщили, молодые люди в этом деле не новички. Токсикоманят порядка двух лет. Они уже состоят на учете в полиции. И сейчас их ждет более строгое наказание. По данному поводу за токсикоманию будут вместе с родителями приглашены к нам в ПДН и привлечены к административной ответственности. Если не придут, то, конечно, будут наряды ВПС патрулировать данный участок, проверят вечером. В течение нескольких дней проверять будем. 26 июня состоялось второе заседание общественной палаты. И вновь на повестке дня – организационные вопросы. Недавно избранные члены палаты определялись с параметрами, по которым будут избирать оставшихся членов. Напомним, целью создания палаты является налаживание взаимодействия органов местного самоуправления и общественности. Палата была организована по инициативе Василия Ланских. Он же назначил и утвердил основной состав из десяти человек. Для нормальной работы палаты необходимо набрать еще 10 представителей этого органа. В этот состав может войти любой житель Заречного. Уже сейчас на имя главы городского округа подано 14 заявлений от кандидатов. Всем желающим предстоит пройти отбор по территориальному, профессиональному и возрастному критериям. Заявление принимают в здании администрации на Невского-3 до 2 июля. Окончательно с выбором второй десятки определятся 3 июля. Работа над ошибками. Налоговая инспекция просит жителей сообщать об ошибках, обнаруженных в налоговых уведомлениях. В случае обнаружения неточности в уведомлении, налогоплательщику необходимо написать в налоговую службу заявление. В заявлении необходимо уточнить, какая именно ошибка допущена. К примеру, налогоплательщик получил уведомление на объекты, которые он продал, или их у него попросту нет. Другой случай. В налоговом органе нет сведений о транспортном средстве или они указаны неверно. Заполненный бланк налогоплательщик может отправить по почте в электронном виде или принести в налоговую инспекцию. Налоговый орган на основании этой информации проверяет ее вначале в своей базе данных, при необходимости делает запросы в регистрирующие органы и при получении информации, если данные повлияли на правильность исчисления налога, налоговым органам делаем перерасчет налога и направляем новое налоговое уведомление. На днях в седьмой школе прошел конкурс дружин юных пожарных среди летних оздоровительных лагерей. Для ребят ежегодная встреча стала настоящим путешествием в страну пожарной безопасности. Конкурс дюб уже 15-й по счету и каждый год организаторы придумывают новые формы его проведения. В этот раз участвовали ребята из пяти детских лагерей. Они представили на суд жюри свой девиз «Домашнее задание» и фотоработы. Все команды подошли к выполнению заданий творчески, рассказывали стихи, пели песни. Был даже номер с хула-хупами. Лучше всех, по мнению жюри, с заданиями справился лагерь «Ручеек». Никогда не поздно, не нужно и необходимо вспомнить правила пожарной безопасности. Особенно именно в такой период, как летний пожароопасный. Сообщайте новости, получайте призы. Очередные подарки за интересные сообщения сегодня получают сразу два неравнодушных жителя города – Алексей и Виталий. Они поделились с нами эксклюзивным видео. Алексей заснял на камеру своего мобильного телефона пожар. Жилой дом горел в поселке Белоярском в ночь на 13 июня. А телезритель Виталий провел собственное расследование и выяснил, кто выбрасывает мусор в лесопарковой зоне. Оказалось, куча отходов принадлежит владельцу одного из продуктовых павильонов. Благодаря стараниям городского репортера, предпринимателя удастся привлечь к ответственности. Активные телезрители получают подарки от магазина «Девайс». Получить приз за лучшую новость может каждый. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует или радует. Наши контактные данные вы видите на экране. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды на выходные. Далее вас ждет очередной выпуск «Карнавал Лайв». Я с вами прощаюсь. Смотрите нас во вторник на канале Заречный ТВ. Счастливо!